Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 июля. У меня очередной массовый сбор томатов, очередная дегустация. Но если до этого я дегустировала томаты, которые в большинстве своем созрели в теплицах, то сегодня уже почти все сорта это те, которые у меня поспели на улице. Полночное солнце, открытый грунт. Оранжевая клубника, открытый грунт. Невис с Азовских островов, тоже с улицы. Стаканы Минусинские с улицы. Биг Голден с улицы. Кубинский черный с улицы. Копея с улицы. Лунный камень с улицы. И вот эти вот огромные лежат томаты, металлика, гном, тоже с улицы. Так что все в открытом грунте поспело уже почти все. Сейчас будем дегустировать, знакомиться с сортами. Первый сорт, который я хочу продегустировать. 763 полночное солнце. Коллекционный сорт. Индетерминатный среднеспелый. Плоды Би Калор. Сердцевидные. Желто-розовые. 250-350 грамм. Это вот эти красивейшие, вкуснейшие плоды. Недаром я с них начала. Я сейчас их вот сюда в центр вытащу. И будем их рассматривать, кушать и говорить об этом прекрасном сорте. Перед тем, как взвешить вот этот плод, полуночное солнце, хочу обратить ваше внимание на изысканную форму. Смотрите, какое сердце. Сердце прям остроносенькое. И почти у каждого плодика оно, верхушка, прям малиновое. Ярко-ярко-красное такое. И такие же разводы будут в центре. Вот такой плод. И все они такой формы, даже самые маленькие. Они вот с такими с розовыми разводами на поверхности. И с алыми макушечками. Вес указывается обычно 250-300. Сейчас посмотрим, сколько наша ведь весит. Вот это огромное, 436 граммов. Но обычно они меньше, но это первое. Это в открытом грунте на нижней кисти первый плод до великанша. Вот я разрезала свою великаншу. И, конечно, такой разрез, такой раскраски никого не оставит равнодушным. И все, кто хотя бы год или два выращивал томаты, все сразу понимают, что вот эти вот малиновые разводы и что само слово бекалор, которое упоминается рядом с этим сортом, оно говорит о том, что сорт будет сладкий. Чаще всего они с преобладанием сахара, с меньшей долей кислинки. Сейчас попробую этот. Ну, в прошлом году, когда я выращивала его в первый раз, я была от него в восторге. Сочный, сладкий, но неповторимый, незабываемый вкус. Как раз для таких сладкоежек, как я, я люблю сладкие томаты. Люблю именно вот такие солнечные, яркие, желтые. Сейчас попробую. Ну, я уже, конечно, мякоть сочная. Мякоть такая нежная. Мякоть сладкая. И чуть-чуть-чуть в конце, после вкуса, чуть-чуть кислинка. Но вкус не традиционный томатный, а именно вот такой, как бы деликатесный. Ну-ка, еще скушаю кусочек. Маловато. Мякоть маслянистая, ее даже жевать не надо. Хотя он не переспелый у меня. Но она прям сама тает во рту. Минутку, подождите. Шкурка не плотная, потому что хотела оставить ее, отсоединить, чтобы посмотреть толщину шкурки. Но она, как, кусается без труда, значит, она тоненькая, не плотная. Скорее всего, конечно, эти томаты для длительного хранения не подойдут. Но для свежего употребления прям просто поесть, чтобы насладиться томатной мякотью, конечно, для салатов идеальный вариант. Кушать в свежем виде – это наипервейшее. Потом про условия выращивания. Я этот сорт сразу начала выращивать в открытом грунте в прошлом году. Теплицу он не видел ни разу в жизни, ему все не хватало места. И в этом году тоже выращиваю в открытом грунте. В середине июля плоды вот эти огромные, мясистые, такие вот, ну, видите, какие, не мелочь, они уже поспели. Это у нас прекрасный биколор «Полночное солнце» номер 763. Так как он не новинка, а с прошлого года, то семена прошлого года сейчас есть в наличии. И в летних заказах, кому нужно, люди заказывают, и я высылаю их. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот еще один прекрасный, сладкий, шикарный сорт. Кто-то запишет себе в копилочку положит, кто любит такие. А мы сейчас пойдем дальше, но будем идти пока что, да, по желтым, по желтым сладким томатам. Спасибо.